Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна. И в сегодняшнем видео я хочу ответить на часто задаваемый мне вопрос, а именно, какой тушью для ресниц я пользуюсь. На самом деле, я никогда не считала, что у меня какие-то роскошные ресницы, и что у меня будут спрашивать, какая тушь для ресниц у меня, какую я предпочитаю. Но, оказывается, мои ресницы со стороны выглядят, наверное, лучше, чем я о них думаю, потому что, когда я выкладываю фото своих макияжей с тенями, или подводками от Фаберлик, или выкладываю различные ролики, вы мне пишите, какая тушь для ресниц у тебя. В общем, я многим-многим уже отвечала в личку, но решила записать видео и поподробнее показать, какой же тушью пользуюсь я. Многие считают, что если я являюсь консультантом компании Фаберлик, то и тушь у меня, естественно, от Фаберлик. И в одной из групп даже была такая ситуация, когда я выложила свой макияж, и дальше там пошел разговор о тенях, о подводках, о туши для ресниц. И какая-то девушка написала, что тушь для ресниц Фаберлик фигня полная, она прям так грубо выразилась. А другая девушка написала, что просто нужно найти свою тушь, подбирать к своим ресницам и правильно ей пользоваться. Вот посмотрите у девушки, ссылаясь на мою фотографию, какие прекрасные ресницы. И вы хотите сказать, что это не тушь Фаберлик. Вот видите, какая тушь у Фаберлик прекрасная, она творит чудеса. Нет, тушью от Фаберлик я не пользуюсь. Скажу вам сразу, мне тушь Фаберлик не нравится. Я в компании больше четырех лет. Я перепробовала очень много туши для ресниц Фаберлик. Я брала и из люксовой серии, и из самых дешевых, и из Skyline я брала. Ну, в принципе, то тушь сухая, то она засыхает через месяц, то она не дает никакого эффекта. Я люблю такие густые, ярко накрашенные, густо накрашенные ресницы. У Фаберлик этого эффекта нет. Из дорогой серии, я из Secret Story пробовала две туши, пять в одном я пробовала. И золотистую, там вот есть две золотистые, ваш Оскар и ваш фаворит. Вот я не брала только одну, которая такая треугольная щеточка. Вот ее я не брала, честно, потому что я уже устала экспериментировать и выбрасывать деньги в помойку в прямом смысле этого слова. Более-менее тушь оранжевая от Beauty Box, которая сейчас в перевыпуске на Very Berry, но тоже это вообще далеко-далеко не то, что я хочу и что я люблю, что я выбираю. И вообще я пользуюсь тушью уже много-много лет от компании Ariflame. И я перепробовала там тоже всю тушь. И если в отличие от Фаберлик, да, в Фаберлик мне никакая тушь не нравится, в Ariflame мне нравится тушь вся. Вот действительно практически вся. Я пользуюсь двумя линейками туши. Это Giordani Gold и это The One. Конечно, у меня есть туши, которые нравятся чуть больше, которые нравятся чуть меньше, но в целом вся тушь вот такого качества. Сейчас мой фаворит. Это тушь Giordani Gold. Мне очень нравится вот такая вот тушь. У нее артикл 32576. Вот. Я не знаю, как она там правильно называется. В компании Ariflame я не настолько сильна. Сразу скажу, что я не являюсь зарегистрированным консультантом. Я не нарушаю правила Фаберлик. Я просто беру со скидочкой. Вот и все. Но я не зарегистрирована. Что я могу сказать? Да, вот здесь иконник All-in-One называется. Вот такая тушь. Здесь силиконовая щеточка. Я очень люблю силиконовые щеточки. Сейчас у меня в использовании тоже тушь Giordani Gold. Но здесь у нее золотистый такой колпачок. Это удлиняющая тушь. Артикул 32079. Вообще у меня ресницы достаточно густые, но им не хватает длины. Но тем не менее, я всегда хочу дополнительный и объем, и длину для своих ресниц. Поэтому вот люблю такие многофункциональные туши. Вот сейчас вот этой тушью я пользуюсь как раз. Поэтому я вам ее открою. Пользуюсь я ей уже больше двух месяцев. Каждый день я наношу тушь в два слоя. И вот такая здесь щеточка. И в принципе тушь, знаете, комфортно наносится. И тушь, видите, она еще не сухая. Ей уже, ну, два с лишним месяца получается. Вот такая вот тушь. Мне она очень-очень нравится. Если вы хотите дополнительный эффект, дополнительный объем, дополнительную длину, я также из Giordani использую вот такую базу для ресниц. У нее силиконовая щеточка. База белая, но потом она на ресницах подсыхает. Она становится практически незаметной. И действительно вот такой вот суперэффект дает. Но вот сейчас у меня на ресницах просто два слоя вот этой вот туши. Вот. Я не скажу, ну вот, да, вот так вот. Я не скажу, что у меня какие-то там супересницы. Честно, я никогда не считала, что у меня там нечто такое вау. Но люди спрашивают, поэтому я решила ответить, да, на этот вопрос, чем каждому в личку строчить фотографии, ссылочки, скидывать, скидывать, скидывать на эти туши. Giordani приходит вот в таких упаковочках. У меня здесь еще запас. Вот. А еще есть The One. Очень классная линейка. Туши бюджетные. Если Giordani по акции я беру, ну, где-то 255 рублей они мне обходятся, эти туши, со скидкой консультантов 20%, то туши для ресницы The One, она может по акции обойтись и в 119 рублей, то есть вообще-вообще бюджетно. И мне ни разу такого не было, чтобы мне тушь пришла сухая, или с какими-то комочками, или она не наносилась. То есть я пользуюсь тушью стабильно 2-3 месяца одним флакончиком. Идеально. Она начинает, если чуть хуже красить, я вообще без сожаления ее выбрасываю, там, никакими каплями для глаз не разбавляю и открываю новую. Смотрите. Если говорить про The One, здесь есть и термостойкая тушь двух видов. Очень классная. Она действительно термостойкая, она смывается просто теплой водой, но при этом она не размазывается, не осыпается, как тушь ваша, как же она называется, в общем, термостойкая вот эта вот тушь, которая в Фаберлик вышла жуть. Вот. А вот эти вот туши мне нравятся. Мне очень нравятся из The One 5 в 1. Здесь силиконовая кисточка. Она, знаете, в разных упаковках выходит, да, все они в среде приходят. В разных упаковках разного дизайна. Ну, вот здесь вот всегда написано 5 в 1. Вот, да, 5 в 1. И тушь есть черная, по-моему, есть какая-то коричнево-черная, есть цветные туши в Reflame. Ну, я как бы цветными не очень пользуюсь, но черные всегда беру. Здесь вот у этой туши 5 в 1 силиконовая кисточка. С одной стороны щетинки длинные для удлинения ресниц, а с другой стороны щетинки такие коротенькие для придания объема. Супер тушь мне очень нравится, по акции беру постоянно. Также для удлинения ресниц вот такая вот тушь серебристой упаковки. Здесь щеточка в форме восьмерки, такая розовая. Тоже хорошо, кстати, и удлиняет, и объем придает. Это у меня что за тушь? Это у меня объемная тушь. Если я не ошибаюсь, здесь тоже силиконовая щеточка. В общем, выбор огромный. Я беру постоянно эту тушь, и я даже не задумываюсь. Смотрю, на какую акцию эту и беру, потому что они все классные, не все нравятся. И еще я беру для себя кондиционер для ресниц, тоже из линейки The One. Вот так вот он выглядит. Так, сейчас я, наверное, вам принесу открытый кондиционер свой, чтобы показать щеточку. Так, вот такая вот щеточка, смотрите. Она фибровая, с одной стороны длиннее щетинки, с другой короче. Очень классный кондиционер. Опять же, к сожалению, в Фаберлик я не вижу результата от вот этой сыворотки для ресниц, для бровей. Я не вижу результата вообще от этого кондиционера, и результат есть. Ресницы более крепкие, они не выпадают, они приобретают такой черный оттенок, пигментируются, да, хорошо. И, в общем-то, длина также, получается, ресницы длиннее, потому что они, знаете, вот как кончики ресниц, такие тоненькие, длинненькие отрастают, и когда вы на них наносите тушь, это дополнительно, ну, наверное, миллиметра полтора к вашей длине. Ну, вообще, хороший кондиционер я пользуюсь каждый день после умывания на ночь. Вот, в общем, вот такой арсенал у меня туши для ресниц. Я всегда беру в запасы срок годности. Тут вот у туши некоторые, да, до 21 года. Естественно, я ее использую, потому что каждые 2-3 месяца я тушь меняю и заказываю, заказываю, заказываю дополнительно постоянно. Ну, что я могу сказать? Честно, мне Фаберлик... Ну, естественно, я бы заказывала Фаберлик, если бы мне тушь нравилась, да, я бы выполняла лишний объем, я бы получала лишние баллы, там, и тратила их в свое удовольствие. Но если мне продукт не нравится, то он мне и за деньги не нать, и даром не нать, как говорится. Поэтому вот я беру в Reflame уже много-много лет, еще в школе училась, уже начала пользоваться тушью Reflame, и вот уже много лет я остаюсь ей верна. Да, конечно, я пробовала многое, и туши подороже мне нравится L'Oreal Telescope, но зачем я буду переплачивать, когда я в Reflame могу взять хорошего качества тушь для ресниц. Вот серьезно, в Фаберлик пробовала и дорогую серию, и дешевую серию, и Skyline. Многое множество туши для ресниц я перепробовала, и те, которых уже нет сейчас в производстве, в каталогах, и те, которые появляются. Я так, в надежде, пробую периодически, там, когда какие-нибудь суперакции, распродажи. Но я просто открываю, наношу, понимаю, что это все не то, что мне нужно. Вот так, в общем. В общем, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, смело берите Giordani и The One. Хорошие линейки, достойная тушь, исходите из ваших потребностей для ресниц, и исходите из той суммы, которую вы готовы потратить на тушь. Она вся достойная. И также, вот, не забывайте кондиционер, уход для ресниц, и база для каких-то, может быть, особых случаев. Я иногда, когда обзоры снимаю, как раз вот эту базу использую, чтобы глаза были более выразительными. И, ну, вот, я не знаю, честно, как на камеру у меня ресницы. Я никогда не считала, что у меня какие-то супересницы. Я скажу, что межресничное пространство, вот это я никогда не прокрашиваю. Я просто использую тени. Ну, тут вот подводка как раз у меня, фаберликовская, вот эта новая, спортепляж. И два слоя туши для ресниц. Всё. В принципе, макияж я всегда делаю быстро. И, знаете, однажды даже в какой-то группе ВКонтакте, не в официальной, точно не в официальной, а, знаете, я во многих группах состою, там про тушь для ресниц речь зашла. Ну, кто-то писал, что хорошая, кто-то писал, что плохая. Ну, я никому не навязываю своё мнение, да, это моё мнение. Мне не нравится, есть много людей, которым нравится. Ну, например, сестра у меня, она спокойно и арифлеймовской туши, и фаберликовской, и эйвиновской пользуется. То есть, ну, в принципе, разницы нет никакой. Где дешевле, там и берёт. Ну, вот, ей нравится, мне не нравится, да, я не могу с собой ничего-нибудь поделать. Вот, и там, значит, ну, как всегда, знаете, есть такие люди в фаберлик, которых я боюсь. Ну, сейчас немножко поболтаю, если не интересно, все отключайтесь, про тушь я рассказала. Вот, есть такие люди, да, в фаберлик, которых я сама боюсь. И вот, если ты пишешь, что, ну, мне там то не понравилось, то не подошло, не в грубой форме, ну, просто, да, вот, ну, не понравилось, мне не подошло. Они начинают на тебя накидываться. Что, вот, аллергия у тебя, там, глаза чешутся из-за крема для век, потому что ты его неправильно нанесла. Ты его, наверное, в глаз там себе напихала. Ну, вот, просто, там, вот, я не знаю, аллергические реакции какие-то пошли. Нет, вы неправильно делаете. Кто-то пишет, там, средства для посуды, ну, не нравится, да, ну, вот, нет, вы привыкли к всякой фигне, вот, идите на свой базар и покупаете, там, свою капельку для мытья посуды. Ну, я вообще не понимаю таких людей. Это или мозги настолько промыты, или, ну, я не знаю, или никакой культуры, никакого воспитания нет. Ну, это вот мое мнение, да. И, в общем, так же, вот, там, началась война. Кто-то говорит, плохая тушь, кто-то говорит, прекрасная тушь, вы ничего не понимаете. И я, ну, так же оставила свой комментарий без каких-то красок, да, что написала, в общем, я поддерживаю тех, кто говорит, что тушь не очень, потому что мне она тоже не понравилась. Много лет пыталась найти свою, так и не нашла, и пользуюсь тушью другой компании. Я даже не написала, что это Арифлейм, я просто написала, что это тушь другой компании. И мне женщина пишет, ну, вот такая ярая фанатка Фаберлик, она мне пишет, что вы вообще можете понимать в туши для ресниц, когда вот у вас на аватарке фотография стоит, и вы с накладными ресницами. Конечно, по сравнению с накладными ресницами, никакая тушь, даже самая брендовая, она не пойдет в сравнение. Ну, я так думаю, оба. Даже не знаю, радоваться или грустить, что мои ресницы, возможно, кому-то кажутся накладными, потому что вообще накладные ногти, накладные губы, накладные ресницы, груди, попы и все остальное, это вообще не моя история. Ну, в общем, даже вот такая ситуация была, поэтому, ну, часто мне девушки действительно задают вопросы, и, видимо, кому-то действительно нравятся мои ресницы, и раз узнаю, да, какую тушь для ресниц я пользуюсь, Ну, это я решила записать вот такое видео, оно у меня получилось, наверное, слишком длинным. Извините, но вот как-то сегодня захотелось немножко с вами еще поболтать. В общем, тушь для ресницы Reflame я вам могу смело рекомендовать. Если вы пользовались тушью фаберликовской, вот такой вот с треугольной щеточкой, я не помню, то ли ваш Оскар, то ли ваш фаворит она называется, вот которая в матовой золотистой упаковочке, напишите, пожалуйста. Просто я очень часто, как вам сказать, слышала на нее отрицательные отзывы, что сильно там слипшиеся ресницы, слишком она какая-то густая. Вот я думаю, может, мне такая подойдет, потому что, в принципе, я такую тушь люблю, да, что вот такой вот эффект ресниц, да, такой, как некоторые говорят, драма на ресницах. Ну, вот, наверное, драма на ресницах, да, это то, что я люблю и использую каждый день. Вот, пожалуйста, не нужно меня сейчас переубеждать в комментариях, что я просто не нашла свою тушь, что я не умею ей пользоваться, что я адепт другой компании, как мне уже говорили тоже. В общем, я это все наслушалась. Ну, вот такая я упрямая, меня не переубедить, потому что, ну, к счастью или к сожалению, я больше верю своим ощущениям, своим покупкам, чем отзывам в интернете и комментариям в интернете. Вот, на этом у меня все. Никого не хотела обидеть. Если вам тушь Арифлейм нравится, пожалуйста, у меня есть много знакомых, которые у меня постоянно заказывают тушь Арифлейм, ой, тушь Фаберлик, кому-то нравится Пушап, у меня вот пять в одном, тетя постоянно заказывает тушь. В общем, ну, здесь на вкус и цвет, как говорится. Ну, на этом у меня все. До свидания, до новых встреч. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Пока-пока!